Наверняка вы уже видели видео встречи Путина с представительницами летного состава российских авиакомпаний. Во-первых, это монтаж. В реальности Путин не находился в одной комнате с женщинами. Об этом есть много интересных видео. Посмотрите. Во-вторых, сейчас по фактам объясним, почему это видео сплошная ложь. Какие цели мы перед собой стоим? Первое, конечно, защитить людей, которые проживают на Донбассе. Каким способом? Путем демилитаризации и деноцификации Украины. Придание нейтрального статуса. Откровенное вранье. Фото разгромленных оккупантами городов и видео убитых мирных людей лучше любых слов покажет, как происходит демилитаризация и деноцификация методами России. И какой мир несут войска Российской Федерации. Вот что Россия прямо сейчас делает с Украиной. Что такое деноцификация? Вот я с коллегами западными разговариваю. А чего такое? У вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть. Но у нас нет в правительстве радикалов. Ложь. А точнее, оправдание нападения воображаемыми нацистами. Ни в действующих, ни в предыдущих органах власти Украины не было ни одного министра, которого связывали бы с крайними движениями. В украинском парламенте с 2014 года не было партий, которые даже условно можно было бы считать крайними правами. Отсутствие конкретных фамилий в заявлении и то, что Россия не предоставила никаких доказательств того, что тот или иной член правительства принадлежит к радикалам – еще одно свидетельство безосновательности. Спокойно наши военнослужащие работают, делают все для того, чтобы обеспечить безопасность мирного населения. Но, к сожалению, эти бандиты и неонацисты людей не жалеют. Расстреливают даже своих военнослужащих, которые не хотят оказывать вооруженную сопритулению. Ложь. Русская армия и безопасность населения – это диаметрально противоположные вещи. Именно российская армия уничтожает украинские города и убивает людей. Собственно, сейчас вы увидите фотоподтверждение. Еще хуже относятся к тем людям, которых сами считают своими гражданами. Просто, реально, впрямую, прикрываются ими, как живому счету. Вот в Мариуполе позвонили из правительства, из Киева, вышли на наших военнослужащих. Предоставьте коридоры для выхода граждан. Конечно, наши тут же отреагировали, тут же. Приостановили даже боевые действия, смотрели, что происходит. Не выпускают никого. Вы понимаете, что делают? Никого не выпускают. Прикрываются, как живым счетом. Ну, кто это? Конечно, не у нацистов. Ложь. Эвакуационный коридор в Мариуполе сорвали российские оккупанты, начав обстрелы людей. Аналогичная ситуация происходит не в первый раз. Окупанты нарушили предварительно достигнутые договоренности о режиме тишины, сделав эвакуацию опасной. Кроме того, есть много доказательств того, что российские захватчики используют мирное население как живой щит. Мы имеем дело не просто с радикалами, а с неонацистами. Вот у нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там, в Украине самой, тех, которые высказывают, выражают такие же позиции, как наши представители, так скажем, либеральной части нашего общества. У нас есть уже подтверждение. Там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают. Ложь или потерянная связь с реальностью. Во-первых, правильно говорить в Украине. Путину следует это запомнить. В Гаге пригодится. Во-вторых, именно в России запретили распространять правдивую информацию о войне в Украине, угрожая реальным сроком в 15 лет тюрьмы. Именно в России невозможно выйти на мирные протесты. По рейтингу свободы прессы Россия заняла 150 место из 180. В России уже запретили доступ к Facebook, Twitter и YouTube. И это далеко не все ограничения свободы слова в России. В-третьих, никаких фактов расстрелов кого-либо за какие-либо позиции, конечно же, не приведено. В этой операции принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного. И мы не планируем это делать. Значит, повторяю еще раз, в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни. Защищать Родину. Они выполняют эту задачу с честью. Снова ложь. Представители Пентагона заявляли, что большинство российских военных в Украине – молодые призывники, которые плохо обучены и не подготовлены к полномасштабному штурму. СБУ опубликовало видео с обращением пленного подполковника Росгвардии, который рассказал, как под предлогом учений в Беларуси готовилось вторжение в Украину. Кроме того, по сведениям еще одного пленного, у российских военных забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной. Субтитры создавал DimaTorzok